Здравствуйте! В этом видео мы сошьем трендовую стеганую куртку-рубашку из капитония. Особенность кроя этой куртки-рубашки в том, что ее воротник можно отгибать, формируя лацканы, и носить изделие еще и как пиджак. В этом видео вы узнаете, как скроить и обработать простой отложной рубашечный воротник, а также нагрудные карманы с клапаном. Для пошива такой рубашки потребуется только одна прямая строчка. Я покажу, как обработать срезы без оверлока. Материал, из которого я буду сегодня шить, капитоний из магазина Red Meter. Я заказываю там первый раз. Давайте распакуем вместе. Это двуслойный капитоний с хлопковым составом. Он уже простеган, и внутри, между слоями, наполнитель, который является одновременно и утеплителем. Материал достаточно тонкий, но, я полагаю, очень теплый. Ширина этого трикотажа 150 сантиметров. Я заказала метр семьдесят. Посмотрим, что еще. Вкладыш с размерной сеткой для мужской и женской одежды. Памятка по уходу за трикотажем. Здесь советы по уходу за разными видами трикотажа. Советы по подбору игл, ниток, настройки строчки. Кстати, я буду использовать иглы стрейч. Они здесь тоже указаны в качестве рекомендуемых. Еще здесь есть два пакетика с образцами. И подарок-магнитик. Давайте посмотрим вместе. Я думаю, вам тоже будет интересно. Вот, кстати, капитони. И здесь все цвета, в которых представлен этот вид трикотажа. Кулирная гладь. Кстати, все вот эти отрезки можно оттестировать, сжимать, сминать, постирать, к примеру, поутюжить, чтобы оценить качество. Много футера. Очень красивые оттенки. Кулирки. Кулирка с принтом тай-дай. Вот необычный вид трикотажа, который я, насколько помню, еще не видела. Трикотаж силаник. 80% хлопка и 20% полиэстера. Состав очень хороший. Такая необычная поверхность. С лицевой стороны она мягкая, шелковистая. Очень приятная на ощупь. С изнаночной стороны поверхность уже отличается. И более четко видны столбики. Футер. Кашкарсе. Такое плотное. Кстати, очень удобно, что они указывают плотность материала и его ширину. И еще немного футера. На сайте Радметр, конечно, выбора во много раз больше. Ссылку на магазин, а также их инстаграм я оставлю внизу в описании к видео. У них большой выбор кулирки, футера двухниточного и трехниточного, футера с начесом, кашкарсе, лапши, рябаны, а также очень много фурнитуры. А еще у них много классных и информативных статей в блоге на сайте. Советую обязательно просмотреть. Сразу покажу остальные материалы, которые нам потребуются. И потом приступим к работе. Потребуется всего одна нитка в цвет. Я буду использовать простую полиэстеровую нить. И буду шить на машинке с помощью прямой строчки без оверлока. Для обработки некоторых открытых срезов я хотела использовать трикотажную эластичную тесьму, эластичную бейку. Но подходящей по цвету не оказалось, поэтому я купила не трикотажную, а декоративную ленту. Она прозрачная, органза с принтом. Не хочу обрабатывать срезы оверлоком, поэтому альтернативный метод будет таким. Нам потребуются пуговицы. Примерно 10 штук. И желательно, чтобы пуговица была с четырьмя, либо с двумя отверстиями. То есть не на ножке, поскольку это все-таки рубашечный стиль. Но все-таки это куртка, поэтому будем использовать большие пуговицы костюмные. И еще один компонент это трикотажный дублерин. Он будет придавать плотность деталям, но при этом сохранять свою эластичность. Дублерин потребуется нам для воротника, для манжет и для обтачки под бортом. Достаточно будет около 30 сантиметров дублерина. Кулирку я продекотирую, то есть отпариваю с помощью утюга, скручены функции пара. У моего утюга пар достаточно мощный, поэтому стирать я не буду, а только хорошенько продекотирую паром. Итак, я продекотировала и сложила трикотаж пополам. Здесь нет изнаночной лицевой стороны, обе стороны одинаково аккуратные, одинаково красивые, поэтому разницы нет. Единственное, на что стоит обратить внимание, это чтобы ромбики были по одной линии без перекосов. Часто бывает такое, что при нарезке не соблюдается уточная линия, и материал может быть отрезан с небольшим перекосом. В изделиях с клеткой, либо со стежкой подобные перекосы, если раскроить изделие, не выравнивая срезы, будет бросаться к глазам, будет заметным. Поэтому сначала выравниваем линию, ориентируясь на ромбики, а после этого складываем материал пополам. То есть с одной стороны остаются срезы кромки, а с другой стороны остается сгиб. Я выровняла оба среза, верхний и нижний, ориентируясь на стежку. И теперь из общего полотна мне потребуется 60 см примерно на рукав и остальные мелкие детали, на воротник, манжеты. А остальную часть, то есть это примерно метр, я буду использовать для раскроя основных деталей полочки и спинки рубашки. Для начала я советую удалить кромку, для того, чтобы не рассчитывать на нее и сразу понимать, какая рабочая область у нас есть. Я воспользуюсь уголком, приложу его к срезу. В качестве выкроек буду использовать свои любимые базовые основы плоского кроя. Они есть на сайте, их стоимость совершенно доступная. Использую свой размер, но сделаю немножко основу шире и углублю пройму. Сейчас покажу, как это сделать просто и быстро. Почему использую свой размер, а не размер побольше? Все потому, что хочу иметь плечо и ширину выше груди в пределах своего размера. Базовая основа плоского кроя и так дается с большими прибавками. То есть она не облегающая, а силуид, можно сказать, свободный, поэтому еще больший размер использовать не хочу. Итак, деталь спинки я приложу к сгибу, а деталь полочки приложу рядом, без закладывания припусков на швы. Поскольку срезы прямые, я их хочу оставить такими прямыми, без раскрешения. Поэтому необходимости в дополнительном боковом шве здесь не вижу. Хочу сократить для себя работу с совмещением рисунка, с совмещением ромбиков. Поэтому сделаю деталь цельную, то есть спинка будет перетекать в полочку. Прикладываю середину спинки к сгибу. Очерчиваю горловину, росток. Далее линию плеча, линию проймы. И вот здесь боковой срез я хочу увеличить на 1 см, а также углубить на 1 см. То есть верхняя точка бокового среза будет находиться не здесь, а вот здесь. На 1 см шире и на 1 см ниже. И дальше вдоль бокового среза я просто провожу прямую линию. Спинку убираю. К этой точке плавно привожу линию проймы, то есть опускаю ее. Вот таким образом. К этому же уровню прикладываю деталь полочки. А верхние точки боковых срезов должны совпадать. Также закладываю дополнительный сантиметр. И теперь могу очерчивать полочку. Обвожу линию проймы, ее начало. Далее линия плеча. Горловины. И линию середины. Кстати, линия середины должна проходить по ромбикам. Также ровно проверьте этот момент. А к линии середины нам потребуется отложить еще немного. Мы обозначим линию борта. Я добавлю еще 2 см. Это без учета припуска. В припуске необходимо будет откладывать дополнительно. Готово. Завершим оформление линии проймы. Я плавно привожу ее к точке линии проймы спинки. Нижний срез можно оставить прямым. Но я, пожалуй, сделаю небольшое углубление. И плавно, но в то же время достаточно резко, круто, уведу линию вниз. Я вырежу линию здесь. А потом приложу из краю по спинке. Еще нам потребуется деталь, которая называется подборд. Она будет предназначаться для укрепления вот этой передней части полочки. Для того, чтобы мы могли сделать петли и пришить пуговицы. Потому что если пришивать пуговицы и пробивать петли на однослойном материале, то, во-первых, это может не получиться качественно. А во-вторых, износа стойкость будет достаточно низкая. Петли быстро разойдутся, потеряя свою форму. Пуговицы могут просто разорвать материал. Поэтому мы укрепляем переднюю часть детали подборта. Та же самая деталь полочки, то есть передней части изделия. Она полностью повторяет ее контуры, но только в области плеча. Небольшой участок горловина и передняя линия, то есть линия борта. Мы не будем делать лишних швов по середине переда. Птачка, то есть деталь подборта, будет цельнокроенной. Для этого складываем оставшийся материал от края полочки. И мы будем кроить деталь в 4 слоя. Обязательно проследить, чтобы срезы по низу совпадали. И теперь мы скроим деталь полочки в 4 слоя. Эти два слоя снизу имеют ширину 15 см. Как раз этой ширины будет достаточно для детали подборта. По всем срезам можно оставить по сантиметру на швы. Готово. Верхнюю часть отделили. По боковой линии я делаю отметку, небольшую насечку. Буквально на пару миллиметров. Для того, чтобы знать, к какой точке прикладывать шов рукава. Теперь линия низа. Я дохожу до боковой линии. Затем можно по боковой линии либо сложить вот эту часть, которую мы только что срезали, обвести. Либо сложить переднюю часть и срезать по ее контурам. Вот. Получилась очень интересная деталь кроя. Итак, здесь спинка цельнокроенная с полочкой. И дальше идет деталь подборта, цельнокроенная также с полочкой. Деталь подборта можно оставить такой, но лучше всего немного сократить ширину. Максимум до 10 см. То есть по низу будет 10 см. Здесь можем аналогично ориентироваться на ромбике. А в приближении к плечевому срезу мы поднимаем эту линию. То есть вот здесь она будет немного округляться. Округление должно быть плавным. Теперь лишнее по детали подборта я срезаю. Часть, которая относится к детали подборта, которую мы будем отворачивать наизнанку, нам необходимо продублировать. Для этого краим две полоски дублерина, то есть на каждую часть, шириной равной размеру детали подборта, то есть до линии края полочки передней детали. Остается рукав и мелкие детали. Поскольку мы углубили пройму на сантиметр и сделали полочку со спинкой шире на 1 см, то же самое я повторяю и по рукаву. То есть край оката рукава будет не здесь, а на сантиметр уйдет во внешнюю сторону и опустится вниз на сантиметр, то есть вот сюда. Можно этот сантиметр продолжить до самого низа рукава, как мы делали, впрочем, и по полочке со спинкой. Теперь линию проймы я немного углубляю, плавно привожу ее к основной линии. Для удобства я также делаю отметку по передней части рукава. Она мне потребуется чуть позже, когда я буду втачивать рукав в пройму. Скраим деталь воротника. Для этого нам потребуется замерить длину горловины по полочке отдельно. Я замеряю горловину от линии полузаноса, то есть той линии, которой мы дополнительно еще откладывали 2 см. Не линию борта, то есть край полочки, а чуть глубже на 2 см. Эта линия называется линией полузаноса. Она же середина полочки. Здесь можно сделать даже надсечку, поскольку она нам в будущем пригодится в процессе присоединения воротника к горловине. Воротник мы будем кроить простой рубашечный, без стойки, а вернее стойка будет цельнокроенной. Итак, замеряем линию горловины по полочке, прикладываем от линии полузаноса. И отдельно замеряем линию горловины спинки. Это все делается без учета припусков на швы. Давайте построим прямо на материале. Воротник очень простой, можем сделать это сразу на полотне. Прочертим линию. Я ориентируюсь на ромбы, на стежку. Теперь по этой линии откладываем сначала длину горловины спинки, которую мы замеряли, например, 9 см. И затем от этой отметки откладываем длину горловины полочки. У меня это 12 см. И забыла сказать, у меня с одной стороны располагается сгиб, и по низу срезы скроены ровно по стежке, по одной линии. Теперь от линии слева, по сгибу, мы откладываем вверх 3 см. Это ширина, которая закладывается на стойку, на цельнокроенную стойку. И затем от этой отметки откладываем уже ширину воротника. Я возьму 5 см. Это без припусков на швы. Припуски мы отложим чуть позже. Теперь от верхней отметки мы проводим прямую линию, также ориентируясь на ромбы. И верхний отрезок должен быть равен нижнему отрезку плюс примерно 1 см. То есть не 21 см, а 22 см. и остается соединить только внешние точки справа. И мы практически получили деталь воротника. Нам необходимо нижний срез немного округлить. От нижней левой точки поднимаемся вверх на 1 см. и плавно приводим эту точку к отметке плечевого шва, то есть там, где заканчивается горловина спинки, к самой первой отметке. Отрезок для горловины полочки мы делим пополам. И от нижнего правого уголка поднимаемся также вверх на 1 см. и приводим эту точку к середине к новой отметке. Воротник готов. Где здесь стойка? Стойка здесь получается цель накроенная. Она будет формироваться сама по себе. То есть, когда вы будете надевать изделие, вот таким образом. А вот сам отлаженный воротник, который будет виден. Сейчас нам необходимо скроить эту деталь с дополнительными припусками на сантиметр. Продублировали часть, которая относится к подборту. Также ее можно отогнуть наизнанку и еще раз хорошенько проутюжить. Срезы осноровить, если будут какие-то излишки. Теперь можем собрать изделие по плечевым срезам. Для этого складываем плечевые срезы спинки и полочки лицевыми сторонами вместе. обтачки, то есть детали подборта застрачивать не нужно. Они пока остаются свободными. Совмещаем плечевые срезы, скрепляем булавками и стачиваем на один сантиметр от края. После этого срезы можно обметать, но я буду обрабатывать их декоративной тесьмой. Кстати, декоративной тесьмой я также обработаю плечевой срез подборта и открытый внешний срез полностью до самого низа. Я приложу тесьму сначала к изнаночной стороне посередине и проложу строчку на миллиметр от тесьмы. Затем отогну ее на лицевую сторону и проложу еще одну строчку также на миллиметр от внутреннего края тесьмы. Что касается уголка, то здесь можно разбить ленту на две части, к примеру, обработать сначала плечо, плечевой срез, срезать, а затем обработать внешний срез. Можно сформировать уголок и он будет выглядеть вот так. Карман я скроила равный 16 сантиметрам в ширину и в длину либо в высоту 25 сантиметров. Высоту мы берем чуть больше, поскольку делаем отгибание вовнутрь по верхнему срезу, по верхнему краю достаточно большим, минимум 2 сантиметра. я сделаю на 4 сантиметра и верхний срез окантовываю также лентой. Остальные срезы, боковые и нижний, я продублировала, а именно наклеила просто долевик. Для того, чтобы не вырезать тонкие полоски, теперь я отогну 4 сантиметра наизнанку, закреплю булавками и проложу строчку. После этого отогну боковые срезы и нижний срез наизнанку и заметаю вручную. Вот так это будет выглядеть после заметывания. я настрочила карман к одной половинке, теперь то же самое сделаю по второй половинке полочки. Для того, чтобы карманы были на одном уровне, нам необходимо сложить две детали вместе. Это можно сделать заранее, а не на этом этапе. Сложили детали, выровняли все срезы, пройму, горловину. По верхнему углу кармана я просто завожу булавку насквозь и то же самое повторяю с оставшимися углами. Переворачиваю деталь и рядом с иголками можно вставить еще одну. У меня, к примеру, красное ушко иголки будет обозначать тот самый угол. Итак, сверху у нас горловина, здесь пройма и вот наш накладной карман, заготовка. Нам необходимо, чтобы карман, его боковые стороны были параллельны линии края борта, то есть линии края рубашки. Я прикладываю карман по отметкам и аккуратно перезакрепляю булавку. также одновременно проверяю, чтобы карман располагался на одном уровне, по одной линии. Прикрепили карман по четырем углам и теперь можно сделать то же самое в промежутках. Важно, чтобы карман лежал один к одному с полочкой. Теперь будет здорово, если вы проложите ручную строчку, то есть наметаете карман на полочку. Здесь сверху часто в накладных карманах рубашечных делают отстрочку треугольником именно по верхней части для укрепления входа в карман и для предотвращения разрывов на основной части рубашки. Но я проложу обычную строчку, сделаю закрепку вначале, не только закрепляющую, но одновременно отделочную и сделаю с отступом примерно в 3 мм. Пристречили карман. Сейчас нам необходимо прикрепить деталь клапана. Для клапана я скроила деталь, длина детали у меня 18 см, ширина посередине 11 см, и ширина по боковым срезам 8 см. Это уже с припусками. Потребуется скроить еще одну деталь, и эту деталь я сделала немного меньше, буквально на 3 мм со всех срезов, кроме верхнего. Теперь я их совмещаю, соединяя углы. Это контрольные точки. Мы видим вот такие, скажем так, излишки, их необходимо будет просто припосадить. Та деталь, которая больше, будет верхней частью клапана, то есть она будет видна снаружи. Мы скроили ее больше для того, чтобы у нас образовался перекант. Чуть позже вы увидите, что это означает. Забыла еще одну маленькую деталь. Я решила не дублировать одну часть клапана для того, чтобы сделать его как можно более тонким. Но поскольку я планирую обработать петлю, то дублерен все-таки необходим. Поэтому участок, на котором будет располагаться петля, я продублировала. Дублерен приклеила к нижней части клапана, то есть той, которая будет находиться снизу. Прежде чем выворачивать клапан, я также подрежу срезы в уголках вот так по косой и в самом углу не довожу срез на 2 мм. здесь можно повторить то же самое. И третий уголок. Также один из срезов можно подрезать, сократить до 2-3 миллиметров. Здесь можно сделать это с верхней либо нижней детали. Особой разницы нет. Подрезаем прямо по всей длине среза. теперь выворачиваем клапан, подправляем уголки и нам потребуется поутюжить его. Деталь клапана, которая была скроена большей по размерам на 3 миллиметра, образует сама собой уже перекат. клапан. Видите, она как бы выходит на сторону нижней части клапана и формируется такой тонкий красивый кантик в 2-3 миллиметра. Теперь необходимо будет поутюжить клапан для того, чтобы закрепить его в таком состоянии, сделать более тонким. но прежде можно закрепить края клапана ручными стежками. Эту операцию называют выметыванием канта. Я выметала кант вручную и приутюжила клапан. Теперь с верхней стороны, с лицевой стороны, там, где шва не видно, это лицевая сторона, я проложу отделочную строчку примерно на 3 миллиметра от края по всему обтаченному краю клапана. В силу того, что материал такой воздушный, мягкий, в уголках углы острыми не получается, даже если были прострочены под острым углом и отделочную закрепляющую строчку по лицу, которую я сейчас прокладываю, можно проложить, формировав уголок, то есть строчка будет также под углом, а можно повторить вот этот немного округлый контур. Я буду как раз повторять. округляю не слишком сильно, совсем чуть-чуть на пару стежков. Готово. Теперь сметочные стежки нужно удалить и клапан еще раз желательно поутюжить. По верхнему срезу клапана я проложила строчку с отступом примерно 7-8 миллиметров от края. Здесь величина не так важна. Эта строчка несет функцию стабилизации для того, чтобы верхний срез такой эластичной ткани растягивающейся не растягивался при присоединении, при настрачивании его к полочке. На обратной изнаночной стороне клапана а вернее на нижней его части я проложу линию с подступом 1 сантиметр от края. Именно по этой линии будем прокладывать строчку. Приложим клапан лицевой стороной к лицевой части полочки. И нам необходимо отодвинуть клапан от верхнего среза от верхнего края кармана примерно на 5 миллиметров. Выравниваем боковые стороны клапана и кармана и прикрепляем булавками. Теперь по обозначенной линии, которую мы только что прочертили на 1 сантиметр от края, прокладываем строчку от начала до конца. Делаем закрепки. Готово. Теперь подрежем открытый срез клапана оставив примерно 3-5 миллиметров. Отогнем клапан вниз и здесь лучше всего сначала приутюжить клапан в таком виде либо заметать вручную. Приутюжили клапан и теперь прикрепим его булавкой и проложим строчку по верхнему краю клапана с тем же отступом, который есть по остальным его срезам края. Готово. Клапан присоединен. Рубашка превращается еще и в жакет. Разрез будет выглядеть вот таким образом. И теперь что касается петель, хочу рассказать вам об одной интересной штуке. Все, машинка остановилась, сказала мне об ошибке и дальше шить не намерена.